Расскажите о ситуациях, когда вы почуяли обман и в итоге оказались правы. Устроившись на новую работу, моя бывшая жена начала каждую ночь приходить домой около трех часов ночи, хотя их заведение закрывалось для посетителей в полночь. Мне показалось странным, что на закрытие смены в Макдональдсе уходит три часа. У них был хороший ресторан, но это слишком долго. Это продолжалось около трех-четырех месяцев. На следующий день она всегда слишком подробно рассказывала о своем рабочем дне. Это совсем не было похоже на нее. Я знал, что творилось что-то неладное. Одним вечером я воспользовался ее машиной до того, как она поехала на работу, и мой рабочий телефон выпал из кармана. Я искал его везде. Я могу получить доступ к истории геолокации со своего личного телефона, потому что они связаны. Около двух ночи мне в голову пришла идея. Я просто посмотрел историю геолокации Гугла, чтобы найти телефон. Он был в ее машине, рядом с каким-то домом, и находился там с 15 минут первого. Поймана с поличным. Я бросил ее, и моя жизнь пошла в гору. Ее жизнь пошла по наклонной. Я даже не злюсь на нее. Когда человек сообщает вам слишком много подробностей, это серьезный признак лжи. Люди, говорящие правду, обычно сообщают все в упрощенной форме, а лжецы часто выдают гораздо больше информации, чем необходимо. Обычно это выходит им боком, потому что им приходится стараться, чтобы все эти подробности не противоречили лишним подробностям, которые они сообщат в будущем. Я начинающий актер. Однажды я пошел на презентацию не агентства Nine-Nine, компании, которая заявляет о себе как о некоем альтернативном бюро талантов. Все было очень подозрительно, особенно когда они перечислили длинный список ролей, которые они предоставили своим клиентам. Причем в основном это была работа в массовке. В какой-то момент докладчик сказал что-то типа «Конечно, если кому-то что-то не нравится, вы можете просто уйти». Из примерно 30 человек я был единственным, кто ушел. Позже я немного поискал информацию в интернете и выяснил, что это по сути мошенники, которые охотятся на начинающих актеров и требуют с них деньги за информацию о кастингах, которую можно найти и без их помощи. Они называют себя не агентством, потому что по закону не имеют права называть себя агентами. Они также мониторят негативные отзывы в Reddit о себе, поэтому скорее всего на мой пост скоро пожалуются. Когда мне было 19, мне позвонили и пригласили на собеседование по поводу работы, где я должна была выступить в роли кого-то типа модели, актрисы или представителя бренда. Я сразу заподозрила неладное, но подумала, что просто заработаю наличные, если напялю на себя какие-то дерьмовые шмотки или совру о том, что пользуюсь каким-то бесполезным средством для похудения или дерьмовым алкогольным напитком. Я отказалась сразу после того, как поняла, что они на самом деле искали молодых девушек для того, чтобы составить компанию каким-то мерзким старым бизнесменом. Это должно было включать в себя ужин в дорогом ресторане, вечер в баре или клубе за счет компании с гонораром в несколько сотен долларов после какой-то демонстрации продукта компании. Но черт побери, я умею читать между строк. Из-за подобного дерьма и всех аферистов и больных ублюдков, которые хотят эксплуатировать молодых глупых девушек, обещая им помочь с карьерой в модельном бизнесе, я с большим подозрением просматриваю все объявления о вакансиях актеров или моделей. Это кроме явных мошенников или уродов, которые предлагают деньги за демонстрацию тела. Я не могу представить, как сложно пройти по этому минному полю для тех, кто искренне пытается сделать карьеру в этой сфере. Я работала в ресторане и среди сотрудников была девушка по имени Шана. Шана была милой и веселой, хотя немного туповатой и иногда противной. Но ей было всего 18, а я помню, что в таком возрасте тоже не была подарком. Однажды она пришла на работу в слезах и сказала, что ее мама, которую в прошлом много раз арестовывали, подсела на какие-то наркотики. Я постаралась успокоить ее. Мы приступили к работе, но позже пришла ее мама в буйном состоянии, начала кричать с порога и устроила сцену. Она явно была под кайфом. Я в то время работала менеджером, поэтому мне пришлось попросить ее уйти, пригрозив полицией. Она ушла, и я решила, что на этом все. Но она вернулась с каким-то мешком для мусора, полным каких-то вещей, и бросила его Шане. Она сказала Шане, чтобы Тая не возвращалась домой, потому что ей надоело, что дочь тратит все ее деньги. Я заметила отчаяние в глазах девушки, ей негде было жить, и я совершила глупость. Я предложила ей пожить со мной и моим мужем, пока ее мать не протрезвеет. Я подумала, что с нами ей будет лучше, чем в приюте. Она поселилась в нашей комнате для гостей и оказалась потрясающей соседкой. Держала свои вещи в порядке, пыталась вносить свою долю расходов из зарплаты, однажды даже приготовила ужин. Она была настоящим ангелом, пока очень медленно не начала терять бдительность, и я начала подозревать неладное. Иногда она не приходила ночевать и игнорировала мои звонки. Я нашла в мусорной корзине туалета шприц, обмотанный туалетной бумагой. Она все отрицала. Однажды я даже учуяла запах сигарет в доме, когда пришла домой, где она оставалась одна. Я поняла, что она не так невинна, какой казалось, и решила придумать что-то, чтобы она переехала обратно к своей маме. Я попыталась позвонить ей, нашла ее номер в рабочих документах Шаны, но номер был отключен. Муж просил позволить ей остаться, пугал тем, как несладко ей будет в приюте и т.п. Я много раз давала ей шансы справиться, но затем наступил тот самый вечер. Она должна была работать в вечернюю смену, которая начиналась через несколько часов после моей. Но она не пришла. Когда я позвонила ей, она взяла трубку и соврала, что заболела. Я почуяла пиздец. Я написала мужу, спросив дома ли он, и похоже ли, что Шана на самом деле заболела. Он ответил, что дома, и что Шана действительно кажется нездоровой. Но что-то не давало мне покоя. Я взяла перерыв на обед и поехала домой. Меня было слышно с улицы. Я даже не стала входить в дом, просто подошла к окну и заглянула. Она сидела на члене моего 32-летнего мужа. И, судя по всему, получала от этого удовольствие. Я была в шоке. Мне стоило вышвырнуть ее из дома сразу же, как я почуяла пи***. Нельзя доверять пи***лам. Когда моя подруга, уже бывшая, заявила парню, который решил расстаться с ней, что она беременна от него. Я и еще один друг говорили ему, что это ложь и манипуляция, что она просто хочет добиться того, чтобы он остался с ней. То, что она рассказывала нам троим по отдельности, не совпадало, и вскоре она потеряла ребенка. Первая жена моего деверя, брата-мужа. Он познакомился с очень странной девушкой, когда служил на Гавайях, и женился на ней. Они навестили нас, когда она была беременна на шестом месяце, но у нее не было живота, никакого намека на живот. Но я подумала, что это нормально, у некоторых женщин живот появляется позже. Через три месяца ей пришлось срочно уехать в другой штат. Она позвонила деверю и сказала, что ребенок родился мертвым. Так мы ей и поверили. К счастью, вскоре они развелись. Мой деверь идиот, но не настолько. Думаю, она просто хотела замуж за военного с хорошей зарплатой и льготами, потому что мой деверь сам не подарок. Когда человек, с которым я переписывалась в Тиндер, попросил данные моей кредитной карты, чтобы проверить достоверность моего профиля. Вау, тебя, наверное, свайпнул принц Нигерии. Самое забавное во всем этом скаме с принцем из Нигерии, что Нигерия не монархическая страна. Однажды я работал учителем на замену в одной школе на протяжении долгого времени. Там был один ученик из небогатой семьи, который очень старался, но все задания давались ему очень нелегко, и он с трудом понимал то, что читал. Я хотел созвать комиссию для проверки его способностей к учебе, но в администрации школы сказали, что еще рано, так как учебный год только начался, и нужно подождать несколько месяцев. Я понимал, что с ним что-то не так, поэтому усердно работал с ним и его семьей, прилагая усилия, чтобы он лучше справлялся с заданиями. И что бы вы думали, в самом конце моей работы в этой школе предыдущая школа, где учился этот ученик, прислала его данные. Оказалось, что в детстве с ним случилась беда, и он получил серьезную черепно-мозговую травму, которая как раз влияет на способности к самоорганизации и когнитивные способности. Его записали на встречу с комиссией, которая должна была пройти после того, как я покинул школу. А я ведь знал, что что-то было не так. Жаль, что люди не доверяют учительским инстинктам. Подруга моего тогдашнего парня утверждала, что у нее рак мозга. После года отношений я начала подозревать, что это неправда. Она лечила свой рак только народными средствами. Иногда она падала в обморок, или у нее случались припадки, и она звала моего парня на помощь. А еще я ни разу не встречала ее, что казалось мне странным, так как она была лучшей подругой моего парня. Однажды он позвонил мне и сказал, что его лучшая подруга призналась, что у нее на самом деле нет рака. Я вообще не была удивлена, но нельзя же обвинять людей в том, что они врут, что у них рак. Он продолжил дружить с ней. Мы наняли одного парня, который говорил, что он когда-то был очень востребованным инженером в Бразилии. Я когда-то жила там, и он произносил название бразильских городов по-испански, что было очень подозрительно. Он шепелявил. Оказалось, что он был мошенником и работал в нескольких компаниях, и его увольняли отовсюду. У моего двоюродного брата внезапно появилась лего-игрушка Кай, когда моя пропала. Я даже не задумывался об этом, пока не пропала и игрушка Джей из моего лего-ниндзяго. И я такой, хммм. Я сказал ему, что он сгниет в аду, если это он украл мои игрушки и солгал об этом. Он заплакал и все мне вернул. Думаю, мне было 8 лет. В универе один парнишка вдруг заговорил со мной, без всякой причины. Я болтал с ним о том о сём, пока в итоге не рассказал ему о своём небольшом деле, которым занимался около года. Он сказал, что хотел бы начать сотрудничать со мной. Я был настроен скептически, но был заинтересован. В итоге мы встретились ещё раз, чтобы обсудить наше сотрудничество, и оказалось, что он хочет вовлечь меня в какую-то пирамиду. Парень дал мне брошюрку, попросил прочитать её и вернуть ему. Я, должно быть, раз пять спросил, чем именно он занимается, но он уклонялся от прямого ответа. В конце концов, я узнал, как уже упоминал, что стал объектом вербовки в сомнительную организацию, на которую он работал. Это произошло в пятом классе, в школе, где я учился. У моего друга, назовём его Дэвид, пропали гелевые ручки, которые в то время были очень популярны. Все постоянно одалживали их у него. Однажды он отошёл от своего стола на несколько минут, и гелевых ручек не стало. Я сидел недалеко от его стола, но не заметил ничего такого. Он рассказал об этом учителю, и учитель попросил всех проверить свои столы. Я взглянул на одну девочку, назовём её Гадина, потому что она реально была Гадиной, и увидел, что она открыла ящик под столом и через секунду закрыла его, после чего сказала учителю, что проверила у себя. Я сразу почуял неладное. Я рассказал об этом Дэвиду, и мы проверили её ящик, когда она отошла в уборную. Угадайте, что мы там нашли? Мы нашли долбанные гелевые ручки, о чём сразу доложили учителю. Гадину отправили к директору. Она ещё не раз воровала чужие вещи после этого случая. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании, и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры, а также дополнительные острые выпуски, которые не попали на YouTube из-за цензуры площадки. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!